Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я рассказывал про облигации, евробонды, которые доступны для нас с вами. И сейчас я хочу вернуться к этой теме. Наибольший интерес вызвала облигация РУС-28. Она очень интересная. Я о ней уже рассказывал. И я купил ее. И я не знаю, что это было. Я когда рассказывал, она стоит очень дорого. Тысяча шестьсот с чем-то долларов за штуку. При номинале одна тысяча долларов. То есть сто шестьдесят с чем-то процентов. Сейчас мы это увидим. Но при этом, естественно, при погашении она будет погашена за сто процентов от номинала. То есть, по идее, она должна дешеветь. Но почему она такая дорогая? Потому что купонный доход очень высокий. Купоны, которые выплачиваются, они 12,75 на номинал. Поэтому таких купонов не может быть. И это нивелируется за счет высокой цены на облигацию. Так вот, логично допустить, что эта облигация будет к моменту погашения постепенно снижаться. Но что происходит в последнее время? В последнее время эта облигация только дорожает. Почему? Давайте посмотрим на график. Вот мы сейчас видим с вами РУС-28. График цены и объемы дневной. И я купил ее, вот вы видите, здесь где-то сто шестьдесят один с чем-то процент от номинала. И она потихонечку растет в последнее время. Сейчас уже сто шестьдесят три семьдесят пять. А я купил по сто шестьдесят один восемьдесят четыре. То есть фактически уже два процента я заработал вот за какой-то месяц в валюте. Это за счет роста цены этой облигации. И плюс мне каждый день капает накопленный купонный доход увеличивается. То есть это очень-очень как бы хорошая штука. Да, и при этом все это в валюте и без налогов. Потому что, ну я об этом рассказывал более подробно. Ссылочку сейчас, я думаю, вы видите на это видео, в котором я рассказывал про облигацию РУС-28 очень подробно. Вот почему она растет, люди спрашивают. А давайте посмотрим, какая сейчас текущая доходность на эту облигацию. Вот сейчас я включаю стакан цен и посмотрите. Я надеюсь, что вы видите. Стакан цен и текущая доходность, вот она, 4,2% годовых. Текущая доходность в случае покупки ее по 163-66, так сказать, там немножечко меньше, чем сейчас, таких сделок нет. По 163-75 последней сделки 4,19 доходность. Вот почему увеличивается облигация в цене. Да потому что вы знаете, что инфляция сейчас, в общем-то, снижается. Центробанку удалось обуздать инфляцию и, в общем-то, не ожидается бешеного падения рубля. Вот. И поэтому, судя по всему, на заседании Центробанка где-то в июле ожидают снижение учетной ставки. Что это значит? А это значит, что все ставки будут снижаться, они уже начинают снижаться. Ставки кредитные по ипотеке, вот начал уже, по-моему, Сбербанк и Альфа, по-моему, уже немножечко снизили ставки кредитования. Ставки по депозитным вкладам тоже потихонечку снижаются. Здесь против тренда идет Тиньков, который до 10% поднял ставку на остаток по карте. Ну, для особых категорий, так сказать, я уже там, короче говоря, у меня 10% на остаток. Это очень здорово у Тинькова. Ну, это между делом. А вообще говоря, ставки постепенно будут снижаться. Что это значит? Это значит, что доходность будет по вкладам, по депозитам снижаться. И есть какие альтернативы депозитам? Вот они, облигации. Самые надежные облигации – это, естественно, государственные. И так как общая тенденция идет к снижению, то получается, что, ну как, если была доходность высокая, то она тоже должна снижаться. За счет чего снизится доходность на облигацию? За счет роста цены? Только за счет роста цены. И поэтому именно ожидается, ну вот, цена растет. И можно наоборот это связать на самом деле. То есть, смотрите, мы с вами люди темные, мы с вами люди очень мало понимаем. Но когда мы видим, что цена на облигации растет, а доходность по облигациям, по самым надежным облигациям падает, что это значит, а это значит, что большие дядьки, которые владеют вот этими огромными финансами, они понимают, что эти инструменты надо покупать. А раз покупать надо их, то цена на них растет. И поэтому доходность, соответственно, снижается. Поэтому, посмотрите, ну, я, как уже говорил, я приобрел одну облигацию, у меня денег не так много, одну облигацию РУС-28, вот вы ее сейчас видите, да? Вот, РУС-28. И, соответственно, когда она выросла до 163, я две купил, на самом деле, одну в кредит купил, ну, тут вторую продал я на 163, зафиксировал прибыль. И после этого я рассказывал про еще одну облигацию. Веб-23. Ой, вот график сейчас, да, я представлю график. Сейчас я его вот сюда вот затащу. Вот он график, Веб-23. Сейчас я изменю его масштаб. Вот он масштаб. Здесь тоже все растет. Веб-23, посмотрите. Вот, да, цена на него 105% от номинала, но у него, извините, купонные выплаты совсем другие. А вот доходность, давайте посмотрим на текущую доходность Веб-23. Текущая доходность 4,79 на покупку, 4,67 на продажу. То есть, облигации можно прямо сейчас купить. С текущей доходностью 4,67. Вот такая штука. То есть, нормальная, приличная доходность сейчас вот такая. 4,19, 4,67 это самые-самые... Да, ну и они растут в цене, за счет этого повышается доходность. Вы понимаете. Поэтому, ну вот, поэтому я их приобрел. И ожидается... Почему я приобрел именно евробонды? Потому что ожидается рост доллара к рублю. Или падение рубля. Вот. А так как мы ожидаем... Ну, нефть падает, соответственно, все ожидают ослабления рубля. То, логично, люди говорят, надо вкладывать деньги в доллары. Я вкладываю не в доллары, а в те активы, которые растут в долларах. То есть, долларовые активы, которые еще и дополнительную доходность дают в долларах. Поэтому вот логика такая. И теперь я хочу сейчас с вами переключиться снова на терминал и посмотреть, а какие же вообще евробонды доступны для нас с вами. Для этого я сделал специально табличку в терминале КВИК. И сейчас я вам ее покажу. Вот. Я вывел таблицу евробондов, которые доступны сейчас нам с вами. Их, видите, не так много. Ну, почему не так много? Смотрите, я выбрал только те облигации. Лот не меньше, не больше 10 лотов, минимальная сумма покупки. Ну, то, что мы с вами можем купить. Номинал. Сохранить. Номинал я выбрал, фильтр, их намного больше. Номинал меньше либо равно 1000 долларов за штуку. Потому что, ну, основная часть облигаций, там, 100 тысяч долларов за штуку, либо 200 тысяч долларов за штуку евробондов. Ну, так как у меня аудитория не настолько богатая, я выбираю вот именно эти. Что дальше я выбрал в этой табличке? То есть мы из доступных облигаций, которые нам доступны. То есть вот, ну, минимальная здесь 10 тысяч долларов сумма. То есть я думаю, что это вполне допустимо. Вот. Теперь дальше, что у нас есть? Спрос, предложение. То есть это количество заявок на покупку и количество заявок на продажу. Соответственно, здесь их, ну, предложение маленькое. Дальше цена последней сделки стоит. Посмотрите, вот это очень важно, сколько цена последней сделки. И оборот. Вот здесь очень важен оборот. Что такое оборот? Оборот – это ликвидность. Это значит, что сегодня уже вот там, где оборот больше нуля, уже были сделки. То есть эти облигации можно купить и можно продать достаточно легко. А вот там, где нулевые, посмотрите, спрос есть, предложения нет. То значит, соответственно, ну, будут трудности, может быть, с покупкой. Потому что вот вы хотите купить, а не купите нифига. Понимаете? Вот. Ну, с другой стороны, в этом есть плюс, конечно. Но очень долго можно ждать сделку. Вот. А там, где побольше ликвидность, смотрите, что дальше я сделал. Какие у меня столбцы? Доходность. Доходность. Потом размер купона, длительность купона, НКД, листинг, общее количество бумаг во всех сделках и количество сделок. А теперь давайте посмотрим. Вот количество сделок, которые были совершены за день. Что у нас тут? Одна сделка по Газпрому. Восемь сделок по Веб-23. Веб-23 хоть как-то торгуется. Веб-1, П-3. Вот. Честно говоря, пока не знаю. Сейчас мы это увидим. Что это такое? Пять сделок. ГТЛК. Государственно-транспортно-лизинговая компания. Пять сделок. Наша любимая РУС-28. 33 сделки. Самая ликвидная бумага. РУС-28. Следующая. Веб-20. Очень неплохая бумага. Четыре сделки. Полюс золота. Две сделки. ТМК. Кап. Не знаю, что такое пока. Сейчас мы это выясним. Две сделки. И одна сделка по CBOM 27. Да еще и субординированная. Вот такие штуки. Ну, субординированные, в общем сказать, брать не советуют, если вы неопытные товарищи. Поэтому давайте мы субординированную не будем рассматривать даже. Вот. Что такое субординированная. Ну, там веселые условия. Вот. Там риск чуть-чуть выше. Вот. Поэтому вот будем рассматривать вот эти штуки. Давайте смотрим. Значит, что это такое. Я сейчас покажу вам информацию. Вы потом сами ее ищите. Потому что были вопросы о том, какой номер международной классификации ICIN. Вот. Сейчас я вам покажу, какой это номер. Вот. Я даю информацию об инструменте. Смотрите, что это за бумага. ГАЗ-ПР-34, корпоративная облигация, ГАЗ-Капитал-СА, ГАЗ-ПР, это сокращенный номер. Вот он, код инструмента ICIN, видите, да? Вот сейчас я вам его выделю. Код инструмента. Вот он. По этому коду легко можете найти всю информацию в интернете. Класс T плюс облигации расчетов USD, то есть евробонды. Код класса TQOD, это понятно. Дата погашения 2034 год в долларах, номинал 1000 до погашения, фиг знает сколько. Длительность купона 183. Каждые полгода выплачивается купон. Размер купона 43-13 доллара. Каждые полгода, то есть, соответственно, 86 долларов в год вы будете получать с одной такой облигацией. Да, размер лота 10. Вот, то есть, 10 тысяч долларов, соответственно, ну, все меняется в 10 раз. Вот, все. Это мы закрываем. Переходим к следующему инструменту, который нас интересует. Web23. Web23 аналогичная информация об инструменте. Смотрите. Код ESIN, видите? Корпоративная облигация Webfinance. Web23. 23, соответственно, год погашения. 1000 долларов. Размер купона 29,71. Длительность купона 184 раз. В полгода он выплачивается. Ближайшая выплата купона будет 21 ноября 2019 года. Вот, дата погашения 21,11,23. Ну, вот так. Следующая популярная облигация. Так, по Web уже 58, вы видите, изменилась ситуация. WebPBO. Давайте посмотрим, что такое информация об инструменте. Я быстренько пробегусь. Это биржевая облигация WebPBO. Что такое биржевая облигация? Биржевая облигация – это уже… Смотрите, эта облигация WebPBO, она выпущена именно WebPBO. Код ESIN, видите, уже совсем другой, потому что она биржевая облигация. На нее надо очень-очень внимательно смотреть, что это за облигация. Это облигация, конкретно выпущенная WebPBO. Вот. Ну, в основном все как бы точно так же. Ну, соответственно, объем в обращении очень небольшой. Раз в полгода выплачивается. Что за облигация? Смотрите внимательно. Это биржевая облигация. Это даже не корпоративная. Вот. Другой вид инструмента, на самом деле. Но все хорошо. То есть она достаточно надежная. Далее. ГТЛК. 9 сделок. Информация об инструменте. Смотрим. Тоже биржевая облигация. ГТЛК. То же самое. Видим ESIN. Код инструмента. Если заинтересует, смотрите информацию очень и очень внимательно в интернете. Смотрите. 24 год погашения. Номинал 955 долларов. Что у нас тут? Размер купона 1167. Ну, соответственно, длительность купона, что приятно, 91. Каждый квартал, ежеквартальная выплата купона. Ежеквартальная. То есть каждые три месяца вы будете получать купон. Очень интересная, я думаю, облигация, на самом деле. Смотрите внимательно. Листинг, первый уровень листинга, это значит, что, вообще говоря, вполне себе надежная. Вот, количество сделок за сегодня 7. Доходность текущая 4,57% годовых. Весьма неплохая доходность. Да, здесь я сортировал по доходности, вы видите, да. Вот, доходность 17%. Посмотрите, что такое 17%. А у них только спрос есть, вот, купить хотят, вот, там, какую-то цену поставили, а продать никто не хочет. И когда кто-то прибежал, говорит, я хочу продать вот эту облигацию. И покупать или нет, покупать или готовы купить только вот по какой-то страшно низкой цене. И кому-то повезло просто. Поэтому вот так. Давайте информацию об инструменте я вам покажу. Сибирский гостиниц. Код инструмента RU. Это биржевая облигация, то же самое. Сибирский гостиниц. Биржевая облигация. Не корпоративная. Вот. Ну, в долларах все хорошо там. Вот. Давайте вот я покажу вам, как выглядит стакан на эту облигацию. Вы удивитесь. Вот так он выглядит. Вот. Есть заявка на покупку. На продажу нет заявок. И если мы выставим сейчас заявку на покупку, чуть дороже, будет все классно. Соответственно. Но если кто-то хочет продать, то кому продать? Вот только вот этому товарищу. Больше некому. И, соответственно, вот доходность будет 28,43. Понимаете? Вот с такой доходностью. То есть человек хочет купить дешево. И доходность, соответственно, будет такая. Купит он или нет? А я не знаю. А он будет ставить и ставить. Почему нет? Вот такая штука. Спроса нет. Так. Вернее, предложения нет. Так. Что мы дальше? На чем остановились? ГТЛК. РУС-28. Посмотрите, что у нас РУС-28. Максимальное количество сделок. И как выглядит стакан на РУС-28. На РУС-28 стакан выглядит совсем иначе. Вот она и доходность, и количество заявок и на покупку, и на продажу есть. Ликвидность есть. Вы в любой момент сможете купить, в любой момент можете продать. И цена при этом, доходность при этом не сильно меняется. Цена не сильно меняется. Посмотрите, вот цена. Вот. Поэтому это наиболее ликвидный инструмент РУС-28, с которого мы, в общем-то, и начали, в общем-то, наше сегодняшнее видео. Вот. Поэтому оно у меня. Потому что она... Ну вот у меня две в портфеле. Веб-23 и РУС-28. С максимальной ликвидностью. Я их в любой момент могу купить, в любой продать. Вот. Дальше идем. Веб-20. Тоже интересный инструмент весьма. Веб-20. Почему? Потому что, ну, достаточно ликвидный. Веб-20 уже в 2020 году будет погашение. То есть он достаточно скоро погасится. Вот. Сейчас мы построим график ее. Вот такой вот дневной график построим. Видите? Здесь цена не сильно меняется уже. Здесь все хорошо. Можно держать ее до конца, до 2020 года. Осталось совсем-совсем не так много времени. Давайте посмотрим на стакан цен, как он выглядит. Выглядит он вот так. То есть есть заявочки и на покупку, есть заявочки на продажу. Сейчас мы посмотрим, с какой доходностью. Доходность 4 или 3,9. Доходность текущая. Можно купить, можно продать. Ну, как бы доходность небольшая, зато и погасятся они буквально вот-вот скоро. Когда они погасятся, давайте посмотрим. Вот информация об инструменте. Посмотрите. Корпоративная облигация. Web Finance Limited. Вот он. ИСИН какой. Соответственно, 181 день. Дата выплаты купона 0907. 9 июля ближайший купон будет выплачен. И дата погашения 9 июля 2020 года. Раз в полгода будет выплачиваться купон. То есть где-то 9-10 января еще один купон будет получен. Вот такая штука. Размер купона 3457. Это раз в полгода выплачивается. То есть, соответственно, где-то 70 долларов в год по ней будет платиться при номинале 1000. Вот очень даже неплохой инструмент. Близок к погашению. То есть, если вы хотите наверняка получить деньги, то не позже, чем через год, вы их точно, гарантированно получите. Вот такую доходность. Какую доходность вы получите? Ну, 389 это предложение. Там 4 с небольшим. Вы видели доходность по... Ну, гарантированная, так сказать, как бы покупка. Полюс золота. Давайте посмотрим. Полюс золота. Это вот она, корпоративная облигация. Вы видите все коды. 1000 долларов и так далее. В 2020 году тоже будет погашено, даже раньше. То есть, это короткая облигация. Здесь все вообще, значит, гарантировано. Вот. Ну и, соответственно, раз это гарантировано, то и доходность небольшая. Потому что уже скоро она будет погашена. Вот. Чем короче срок, тем меньше доходность. Потому что она будет погашена по номиналу. И сейчас посмотрите на стакан цен, как она торгуется. 100, практически 2% от номинала. Она торгуется с доходностью. Вот такой. Видите, да? Вот она, доходность такая. Вот, что еще у нас дальше интересует. Какие облигации? TMK, CIP. Что это такое? Сейчас мы глянем. Информация об инструменте. Корпоративная облигация. TMK Capital. Capital, честно говоря, не знаю. Корпоративная облигация. Вы можете посмотреть информацию, если заинтересуется. Коды. Вот они. Объем в обращении 500 тысяч штук. Номинал 1000. То есть, это небольшой объем. Вот. Ну, какая-то ликвидность есть. Раз в полгода выплачивается. И она тоже короткая, кстати. 2020 год, 03 апреля. Вот такая штука. Еще вот такая облигация. CBOM. Посмотрим информацию об инструменте. Что это такое? Корпоративная облигация. CBOM Finance. Честно говоря, мне информации не добавилось. Вот. Ну, вот вы можете посмотреть, если заинтересуетесь. 2027 год погашения. Очень длинная. Ну, вот такая. Супер какая-то надежная. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Вот. Что еще из интересного есть? Есть длительность купона. Смотрите. Вот они, две облигации. С длительностью купона 91-92 дня. Это ежеквартальные выплаты. Это GTLK 1, P11. GTLK 1, P05. Вот. Да, по GTLK 1, вы видите, вот по этой есть торги и ежеквартальные выплаты. Это очень удобно тем, кто хочет просто купить и надолго. Вот они есть практически за 100% от номинала. Это государственная транспортно-лизинговая компания. Давайте информацию об инструменте покажу. Вот она. Информация об инструменте. И еще раз стакан тут же выведу. Надежная штукенция на самом деле. Очень хорошая штука. В смысле и доходность хорошая, и ежеквартально вы будете получать вот эту самую доходность. Вот так. И у нас еще из таких же CBOM вот это вот есть тоже с ежеквартальной выплатой купона. Вот. Вот такая штука. И есть биржевая облигация Альфы. Раз в год выплачивается купон. Что это такое, я не знаю. Вот. Ну вот мы рассмотрели, мы рассмотрели, какие евробанды мы можем с вами купить. Достаточно ликвидные евробанды. Это валюте инвестиции и которые дают гарантированную буквально доходность с теми или иными периодичностью. То есть то, что можно выбрать. Ну а о том, как выбрать, как их купить непосредственно, ну обращайтесь. Либо просто можете приобрести курс биржи для чайников и вы запросто сможете строить вот точно такую же таблицу самостоятельно и в любой момент. То есть и вы будете получать вот такую доходность в валюте. Что достаточно легко. И эту доходность можно увеличивать, потому что смотрите, ну я куплю приобрел, да, так сказать, вовремя и они растут. Это очень хорошо. Ну а на сегодня все спасибо за внимание. С вами был Демитков и Юрий. Спасибо.